Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Adnarum Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, как завершается текущая торговая неделя, как рынки себя чувствуют в день благодарения США, как проходит регистрация вакцины компании AstraZeneca, ну и все ключевые события, которые сейчас влияют на рынок. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео, вопросы оставляйте, как всегда, в комментариях. Собственно, сейчас важно отметить то, что на рынке мы видим небольшую передышку с точки зрения того ралли, которое было. Да, некоторые инструменты последние несколько торговых сессий обновили локальные максимумы, я имею ввиду сейчас и индексы, в первую очередь, так как позитив с точки зрения появления вакцины, он, конечно, преобладает. Безусловно, есть некоторые вопросы и, например, один из вопросов, который был задан, это вопрос компании AstraZeneca, которая как раз сообщила о том, что 90% успешных случаев испытания вакцины появились, можно сказать, случайно. Поэтому здесь они отправили запрос в службу, которая регистрирует лекарства США в Европе, чтобы получить их ответ на то, как они это видят. Потому что в целом, да, в целом результаты показали эффективность на 62%, но они использовали разный метод как раз предоставления лекарств. То есть, кому-то давали полностью дозу два раза, кому-то давали сначала половину дозы, затем полную дозу и это повлияло также на эффективность. Но, собственно, это, наверное, не то, что они хотели, поэтому здесь появился ряд вопросов. Но, опять же, есть у нас Pfizer, есть Moderna, которые уже перешли, запросили быстрое регистрирование от FDA, чтобы как можно быстрее выйти на рынок. И, безусловно, это дает определенный позитив. Поэтому, если мы смотрим на рынок, если мы отслеживаем, например, ключевые индексы, то, конечно, они сейчас бьют рекорды. Нефть опять вернулась до мартовским уровням, потому что на ожиданиях восстановления спроса. То есть, конечно, спрос еще полностью не восстановился, но рынок это пока ожидает. Что же мы можем видеть дальше? Во-первых, конечно, мы можем ожидать начала предновогоднего ралли, но рынок сейчас находится на локальных максимумах. То есть, фактически, вероятность исключения коррекции здесь, ну, не можем ее исключать, потому что, конечно, техническая коррекция еще может пройти. Тем более, что мы видим, что индексом все сложнее и сложнее обновлять новый локальный максимум. И если будет какой-то негатив на рынке, а может быть и без него, то коррекция на 5-7% в декабре вполне мы можем увидеть. Но пока, безусловно, тренд сохранится восходящий. Поэтому инвесторы, которые купили акции, ну, в том числе я, радуются тому продолжению. Ну, а для того, чтобы как раз заходить в новые сделки, в новые покупки, будем ждать коррекции. Давайте посмотрим теперь, что у нас происходит на рынке. Как раз так, как мы начали уже это обсуждать, но разберем с точки зрения также торговых инструментов, чтобы ситуация была более понятна и более объективна на текущий момент. Вчера в США отмечали День Благодарения. Соответственно, рынки были закрыты, поэтому вчера была меньше волатильность на рынке. Сегодня также будет укорочена сессия, поэтому также имейте это в виду. И торгуя как инструментом, как валютные пары, индексы, так и, ну, конечно же, акции. Потому что акции вчера были закрыты, сегодня они будут торговаться до 8 часов. Соответственно, по евро. По евро мы видим вновь, да, продолжение восходящей формации. То есть, мы движемся в том тренде, о котором мы и говорили ранее. То есть, от области 1.16 до области 1.19-1.20. То есть, собственно, мы уже находимся на локальных максимумах. То есть, покупать дорого, это, ну, не самое интересное. Тем более, сегодня черная пятница, а евро у нас продается без каких-либо скидок. И, наверное, это не самая лучшая сделка в текущий момент. Но, конечно, мы должны к сделкам готовиться. То есть, мы должны понимать, что мы хотим увидеть на рынке для того, чтобы войти в позицию. Соответственно, по евро лично я для себя хотел бы увидеть коррекцию. И после этого я также буду заходить уже на продолжение роста. Пока текущая динамика остается восходящая. Мы видим, что последние несколько торговых сессий, да, у нас тенденция восходящая сохраняется. Каждый минимум идет выше и выше. Но пока мы упираемся как раз в область 1.1950-1.20, выше которой пока мы уйти не можем. Вот пробитие этих уровней может придать дополнительное ускорение. Тогда мы можем уйти евро на 1.21-1.22 со временем. Да, конечно, после определенного времени. По паре британский фунт-американский доллар. Также мы торгуемся на локальных максимумах. Последний раз достижение данных уровней привело коррекцию по британской валюте от уровня 1.34 до уровня примерно 1.27. То есть довольно-таки существенная была коррекция. Конечно, важно это понимать. И теперь ситуация тоже может в этом случае повториться. Поэтому, опять же, покупать сейчас до момента преодоления данных локальных максимумов не самая лучшая идея. Поэтому, если последует коррекция, то, опять же, используйте эти возможности для покупки. То есть, скажем так, вот для меня по многим инструментам я нахожусь, как вы уже понимаете, последние несколько недель, скажем так, сижу на заборе. То есть просто смотрю, но не трогаю. Соответственно, да, вот по британской валюте также, если мы с вами смотрим часовый таймфрейм, мы видим, что отметка 1.3397. Ну, не может ее британский фунт взять. И фактически раз, два, три, четыре, пять торговых сессий, ну, четыре торговых сессий полных закрытых. Мы стоим вблизи этих уровней, но пока цену туда не пускают. Ну, и, в свою очередь, коррекция здесь тоже пока еще не началась. Поэтому пока покупки здесь все еще остаются в приоритете. Но, конечно, чем выше мы будем покупать, тем меньше эта ситуация станет интересной. Поэтому сейчас я бы здесь воздержался от каких-либо действий. По паре американский доллар и канадский доллар также мы дошли до тех целевых уровней, которые мы отмечали ранее. Опять же, слишком низко пока сейчас торгуется американский доллар по отношению к канадскому доллару. Ну, низко не с точки зрения того, что слишком небольшая цена, а с точки зрения того, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы входить. Будет коррекция, будем искать возможность продавать еще раз. Пара американский доллар и японская иена. Вот тут чуть более интересная ситуация была пару дней назад. То есть, у нас все еще сохраняется данный нисходящий тренд, в рамках которого, который мы рассматриваем уже много месяцев. И, соответственно, с точки зрения часового таймфрейма, да, были неплохие уровни для входа как раз, ну, собственно, сегодня. Потому что, ну, полноценно говорить о переходе в фазу нисходящей формации мы могли как раз после того, как цена двинулась на понижение. Но не самая лучшая цена с точки зрения соотношения риск-прибыль. Потому что здесь фактически у нас идет один к одному. То есть, один риск и один потенциальный прибыль. Поэтому в данном случае от такой позиции я тоже предпочитаю воздержаться. Но в целом, в целом, мы можем ожидать как раз снижения на обновление минимальных значений, которые были в середине ноября. И затем движение на минимумы, которые были в начале ноября. Это область 102,70,103. По паре австралийский доллар, американский доллар продолжается рост. Также мы подошли к локальным максимумам. Локальный максимум, который мы видели в конце августа, начале сентября. Собственно, буквально пара пунктов остается до достижения данных уровней. И вполне вероятно, что в этих уровнях мы тоже можем ожидать коррекцию. Потому что, конечно же, покупать сейчас я не буду. И вот к этому, наверное, нужно приготовиться. То есть, рынок сейчас находится на локальных максимумах по индексам, по многим акциям, по валютам. И, конечно, мы ожидаем продолжения. Но, как мы видим, рынок цикличен. То есть, всегда существует период коррекции и период спада. Вот сейчас вероятность еще одной коррекции на 5, 7, 10%. Она становится все более и более вероятной. Поэтому здесь нужно быть с этим аккуратным. А новозеландец, вот здесь проявляется большая активность. Весь ноябрь это фактически продолжение роста, практически без коррекции. Поэтому здесь движение выглядит довольно-таки неплохо. Да, вот по тому, что мы видим сейчас. Но, опять же, новозеландец тоже сильно перекуплен. И вполне вероятно, что в ближайшее время коррекция может произойти. Но, как мы видим, в некоторых моментах цена может обновлять локальный максимум. Еще и типа инерции какое-то время. Поэтому сейчас, в любом случае, уже каждый новый максимум, он, если вы еще не в позиции, то он уменьшает шансы на успех сделки с каждым днем. Поэтому здесь пока нужно тоже подождать. А вот золото, ну, собственно, здесь тоже была интересная ситуация. Я вам говорил в прошлый раз то, что планирую переместить как раз стоп-лосс по золоту на минимум 20 ноября. Но этого не сделал, да, не успел и, собственно, поплатился тем, что стоп-лосс я мог получить в небольшом плюсе, да, чтобы сделка не закрылась в минусе. Но так как я этого не сделал, закрылся, закрылась цена там, где закрылась. Ну, собственно, получил там 1% убытка по золоту. И золото продолжил даже падать. То есть, с одной стороны, да, это вот еще один момент того, что нужно ставить стоп-лосс. Потому что мы никогда не знаем, где цена может остановиться. И от уровня 1850 мы упали, ну, 1850 долларов падения здесь мы с вами увидели. Соответственно, сейчас у нас здесь есть новый уровень остановки, который давайте посмотрим на дневном таймфрейме. То есть, да, это область примерно 1800. В целом мы видим, что золото начинает терять интерес среди инвесторов. И фактически мы видим начало формирования вот такого нисходящего тренда, который вполне здесь может, вполне неплохо прослеживается. Который мы с вами здесь можем видеть. И в целом мы сейчас находимся от нижней границы. В целом купить по текущим уровням, да, это может быть пока не в рамках тренда. Но коррекция здесь может последовать. То есть, с одной стороны, это может быть сделка на коррекции. С другой стороны, есть предпосылки. Если фондовый рынок пойдет еще одну волну падения, то мы можем увидеть рост по золоту. Конечно, если все деньги будут возвращаться на фондовый рынок, то золото, конечно, выиграть от этого не будет. И важно также отметить то, что на текущий момент также могут сформироваться уже неплохие уровни. Поэтому за золотом я сейчас активно слежу. Потому что текущих уровней, опять же, минимальным объемом, да, в пределах риска одного процента. Здесь я бы попробовал купить, но буду ждать, сможет ли золото закрепиться выше уровня 1818 долларов за тройскую унцию. Если это произойдет, поставлю отложенные ордера, ну или буду входить по рынку, в зависимости от того, где будет цена. Поэтому золото сейчас выглядит довольно-таки интересное. Ну, по крайней мере, по сравнению с другими инструментами. Индекс DAX также находится на лаконник максимумов. DAX, конечно, еще не обновил исторический максимум, которые были в феврале. Но пока туда же мы и движемся, опять же, мы сильно перекуплены. И покупать сейчас, входить в текущий момент в позиции тоже не самое разумное. Ну и индекс S&P 500 тоже пытается обновить локальный максимум. То есть вчера мы видели, ну, день практически отсутствовала волатильность. День закрыли чуть хуже, чем мы открывались. Но сейчас уже на азиатской, да, на начале европейской сессии уже отыгрываем то снижение, которое было. Соответственно, обновление локальных максимумов, то есть уходит выше уровня 3640. Сегодня в течение дня даст также позитив на продолжение роста именно фонного рынка. Но тоже здесь нужно быть аккуратным. А где именно акции растут? Растут довольно-таки неплохо. Но вот индексу вполне вероятно, что также нужна еще одна небольшая коррекция. Там в область 3400, 3450, чтобы обновить локальные максимумы. Ну и, собственно, и показать еще одну волну роста. А вот нефть, собственно, показывает себя очень хорошо. То есть мы уже практически вернулись к тем значениям, которые мы видели в начале марта. Довольно-таки неплохо, но важно понимать, как я уже сказал в начале, спрос полностью еще не восстановился. То есть нефть рождет на ожидании восстановления спроса. Ну и плюс на том, что, собственно, производство было чуть меньше, чем раньше. Ну и оно не наращивается такими темпами, как, соответственно, было. Поэтому нефтяные компании тоже подрастают. Тоже неплохо было ралли за последний месяц. Тем не менее, конечно, перспектива возвращения нефти в область 100-120, конечно, она маловероятна. Но пока мы все-таки движемся в восходящем тренде. Конечно, могут последовать коррекции. Но пока динамика сохраняется восходящая. А, собственно, неделя завершается довольно-таки интересно. И сегодня Черная Пятница. Я хотел напомнить, что в Адмирал Маркетс у нас уже в течение практически всего года идет Черная Пятница. То есть мы и так по многим инструментам не даем комиссии. То есть комиссия равна нулю. Поэтому также пользуйтесь этим предложением всегда, в любой момент, не только в Черную Пятницу. Поэтому мы всегда со своей стороны стараемся делать наши торговые условия лучше для вас. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если появились вопросы, оставляйте обязательно их в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в понедельник. Посмотрим, как закрылась Пятница. И что мы можем ожидать уже на ближайшую неделю. Ну и, собственно, в декабре. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. На хорошей Черной Пятнице. Увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания.